Все-таки вы неоднократно в этом году президентскую кампанию в России называли цирком с конями. Зрители интересуются, кони кто? А кони кто это? Путин там и так далее. И его спойлеры, то есть его представители из официальной оппозиции, официальной оппозиции, той, которая находится в Думе, которой на самом деле никакой оппозиции не является, потому что все они на поводке у администрации президента, на поводке у Кремля, и всем им отведена роль просто играть, так сказать, статистов в этой игре. Но в этом году, в 2024 году, эти выборы могут иметь некие неожиданности, потому что появляются какие-то люди, которые не были запрограммированы к этой администрации президента, типа там Гиркина, Дунцовой и так далее. Плюс, я уже говорил это неоднократно, но повторюсь, у Путина всегда будет даже мертвый Пригожин будет присутствовать на этих выборах в качестве тени отца Гамлета, потому что этот самый мертвый Пригожин в прошлом году произвел единственные честные выборы президента Российской Федерации 23-24 июня, когда во время его путча защищать Путина не вышел никто, абсолютно никто, показав, что у Путина нет вообще никакого рейтинга внутри Российской Федерации настоящего, потому что у него нет никаких настоящих сторонников, в том числе, кстати, среди одного миллиона членов официальных так называемой партии власти «Единая Россия». Поэтому в этом смысле эти выборы могут таить какие-то неожиданности. Ну вот понятно, что уже, значит, Навального пытались три недели скрывать, чтобы он, не дай бог, не заявил о том, что у него тоже есть кандидатура на президентских выборах, хотя формально он ее не может подать, потому что у него есть непогашенная судимость, но, опять же, формально он мог ее подать, и ей пришлось бы отвечать, что вот у вас есть непогашенная судимость, поэтому, значит, мы вам отказываем в регистрации, а Навальный тогда мог бы подать апелляцию в Верховный суд, и это бы затянулось, и это бы началась какая-то история публичная, и этого Путин не хотел, поэтому, значит, Навального пытались скрыть, но надавило международное сообщество, и Навального показали на далеком севере, за полярным кругом, в колонии, где нет интернета и нет никакого доступа. Дунцовой тоже отказали уже даже на стадии подачи заявки, чтобы, не дай бог, она не начала собирать подписи, потому что, не дай бог, она сделается какой-то Тихановской, значит, вот вместо своего мужа, как это было у Тихановской, значит, Дунцова могла бы, так сказать, выступить вместо Навального, который сидит в тюрьме. Вот, и это тоже российской власти, Кремлю и Путину не понравилось, они этого испугались, и они ее сразу немедленно отстранили. Точно так же история Гиркина, который сидит в Лефортово, значит, в СИЗО, и в этом смысле Российская Федерация может стать вообще страной, в которой больше всего кандидатов, которые находятся одновременно в тюрьме, потому что, может, еще и Илья Яшин, может, еще подаст кандидатуру, и Владимир Карамурза, может, еще сказать из тюрьмы, что он тоже хочет быть президентом. И вообще, если миллион сидельцев в Российской Федерации все станут президентами, то из этого вот как раз будет настоящий цирк с конями. Ну, внутри, кстати, этих даже государственных или окологосударственных людей, допустим, вот самым интересным кандидатом, с моей точки зрения, является Борис Надеждин, бывший депутат Государственной Думы, у которого, на самом деле, очень вполне себе зубастая программа. По этому поводу многие задаются вопрос, почему он еще до сих пор не сидит, почему его до сих пор против него не испустили серых волков из Следственного комитета, из Федеральной службы безопасности, потому что он ставит его программа, это освобождение России от Путина, это официальное предложение Бориса Надеждина и прекращение войны Российской Федерации в Украине. Так что в этом смысле, конечно, это все-таки первый раз избирательная кампания Путина будет иметь все-таки какой-то детективный интерес, ну и плюс надо сказать, что Путин всем надоел за 24 года, он нарушил все возможные и невозможные положения Российской Конституции действующей, потому что она теперь прямо запрещает людям, которые отсидели два срока в Кремле, выходить на третий, а Путин идет на формально пятый, а на самом деле на шестой срок. Так что в этом смысле запасаемся по корнам и будем смотреть. Ну и в заключение можно было сказать такую штуку, что Путину еще до этих выборов надо дожить. Ну это если не учитывать версию Валерия Соловьева. Возвращаясь к Трампу, да, возвращаясь к Трампу, очень много в этом году СМИ его расценивали, ну в случае его победы на американских выборах, чуть ли не угрозой для всего мира, называли его другом Путина. Вот так ли страшен, по вашему мнению, Трамп, как его рисовала западная, в частности, пресса, и действительно ли он друг Путина? Ну Трамп страшен просто тем, что он очень неформальный человек, он способен принимать какие-то дурацкие решения, которые никто не может запрограммировать, то есть он непредсказуемый человек. С другой стороны, он уже отсидел один срок, и американская, кстати, политическая система доказала, что даже с таким непредсказуемым президентом она может вполне себе выживать, потому что на самом деле в Соединенных Штатах Америки президент имеет не так много полномочий, и самые главные вещи в Соединенных Штатах Америки должны проходить утверждения в Конгрессе. Кстати, поэтому вот сейчас при Байдене Конгресс, голосуя за закон о военном бюджете, о Пентагоне, внес туда поправку, по которой ни один президент Соединенных Штатах Америки не может объявить, например, теперь об одностороннем выходе Соединенных Штатах Америки из НАТО, из блока НАТО. Это заранее уже туда Байденовская администрация внесла вот такой ключевой момент, чтобы не позволить Трампу опять сделать то, что он пытался сделать тогда, когда он правил до 2021 года. Но на самом деле это, в общем, напрягает людей, но я думаю, что американская система выиграет, и на самом деле уже во время своего первого срока правления Трамп доказал, что он не может открыто выступать в поддержку Путина, потому что его, иначе его же даже, значит, те люди, фанаты будут критиковать, потому что Путин является врагом Соединенных Штатах Америки. Путин объявляет себя как враг Соединенных Штатах Америки. Поэтому если Трамп будет там какие-то закулисные переговоры вести с Путиным, то его могут даже обвинить в государственные изменения и устроить ему очередную процедуру импичмента в Сенате и в Палате представителей, то есть в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Так что в этом смысле я думаю, что эти страхи немножко завышены, и мы уже видели, как американская система может компенсировать, так сказать, импульсивность и непредсказуемость Трампа. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова